Катя Коути, Кэрри Гринберг, Недобрая Старая Англия, Женщины Викторианской Англии, От идеала до порока. Вступление. Чем я могу себя порадовать? Как заслужить восхищение окружающих? Как мне разнообразить свою жизнь? Ни одна чуткая женщина не будет задаваться такими вопросами, прежде чем приступить к своим ежедневным занятиям. Наиболее достойным женским качествам соответствуют другие вопросы. Как мне лучше всего распорядиться своим временем, силами и средствами, дабы принести наибольшую пользу? Если кто-то болен, я должна тотчас посетить его комнату и окружить его атмосферой заботы, обратив внимание на такие мелочи, о которых, возможно, позабыла усталая сиделка. Если кто-то собирается в путешествие, я должна распорядиться о раннем завтраке или же приготовить его сама, не тревожа служанку, работавшую допоздна. Не забыла ли я оказать кому-то из домашних любезность? Не обидела ли их? Если так, то сегодня утром я сердечно поприветствую их и покажу им со всей деликатностью, как я раскаиваюсь в своем проступке. Если же ничто особенное не привлечет мое внимание, я все равно встречу своих близких с осознанием того, что, будучи наименее занятым членом семьи, я готова посвятить себя общему благу, вовлекая их в дружелюбную беседу, подстраиваясь под главенствующие чувства и пытаясь развеселить всех тех, кому грустно. Писала Сара Стикни Эллис в книге «Женщины Англии, 1839 год». На протяжении викторианской эпохи, 1837-1901, бескорыстная доброта, воспетая Эллис, оставалась женским идеалом. К доброте можно прибавить чистоту помыслов, скромность, сдержанность и самоотверженность. Негероическую. Женщинам она не надобна, а скорее способность молчать и терпеть, справляясь с повседневными невзгодами. Достойную женщину сравнивали с домашним ангелом или с плющом, что поддерживает могучий дуб. Дамы из среднего класса викторианскую эпоху стали символом своих мужей. Их роскошные наряды, дома, набитые роскошной мебелью и безделушками, сложные общественные ритуалы, которые они проводили, то и дело сверяясь со справочниками, все это свидетельствовало о процветании их супругов, а, следовательно, и нации в целом. Но неудобные наряды, на которые уходили десятки метров тканей, не самая большая беда этой эпохи. По крайней мере, носящие их женщины жили в достатке, не знали голода, и если от чего и страдали, разве что от скуки. Гораздо хуже приходилось женщинам из низов общества. Тех ожидала безрадостная карьера служанок или же бесконечные часы работы на фабрике среди стрекочущих станков. В итоге, кто-то томился от безделия в гостиной, а кто-то надрывался на шахте. Были ли викторианские женщины несчастными? Не более, чем женщины любой другой эпохи. Целью этой книги является показать обычную жизнь обычных женщин, что их окружало в повседневности, чем они занимались, какие наряды носили, как принимали гостей, воспитывали детей и развлекались. Вы поближе познакомитесь с повседневной жизнью викторианской женщины, бытом, этикетом, развлечениями, модой, заботой о здоровье и повстречаете некоторых известных англичанок XIX века. Как вы заметите по ходу чтения, особое внимание здесь уделяется среднему классу, ведь теперь уже он задавал тон как для низших слоев общества, так и для аристократии. Именно его семейные ценности распространились повсеместно. Историк Дженнет Хорроудс-Мюррей выделяет три основных женских образа в культуре викторианской Англии. Идеальный – счастливая мать, заботливая дочь, стыдливая невеста, порочный – дерзкая служанка, проститутка, языкастая девица с рабочих окраем и страдающий – голодная швея, гувернантка, прозябающая в одиночестве. Со всеми этими образами и с бунтарками, и с благонравными особами вы встретитесь на страницах нашей книги. Глава 1. Семейная жизнь Семейный идеал Брак по любви стал всеобщим идеалом в Англии еще на заре XIX века, что для нас может прозвучать немного странно. Не в том смысле, что брак по любви – это странно, а что бывает как-то иначе. Однако до середины XVII века браки заключались зачастую по решению родителей, которые, в свою очередь, исходили из взаимовыгодного обмена. Однако со временем понятие семьи менялось. Из XVII-XVIII веков ее начали считать крепко сплоченной единицей общества. В рамках нового представления о семье любовь стала рассматриваться основным элементом брака. У женщин появилась возможность выбирать себе жениха, хотя порою она была ограничена как требованиями родителей, так и общепринятыми нормами. В идеале брак перестал быть сделкой или договором, но представлял собой союз двух людей, которые духовно обогащали друг друга в течение совместной жизни. Пример такого брака был у англичан перед глазами. Королева Виктория и принц Альберт. Они поженились 10 февраля 1840 года, когда им обоим было всего по 20 лет. А коронация Виктория состоялась менее трех лет назад. Опровергнув аксиому, что жениться по любви не может ни один король, Виктория вышла замуж не только по воле дядюшки Леопольда, но и по велению сердца. Правда, она все-таки дождалась, когда потенциальный жених возмужает и обретет светский лоск. Будучи королевой, она сама сделала предложение юному герцогу Саксонко-Бурготскому. Альберт тоже души не чаял в супруге. Но на пути к счастливому браку пара столкнулась со множеством препятствий, включая споры по поводу наследства Альберта в Германии и непростой характер невесты. Самой большой проблемой, вероятно, оставалось то, что королева, будучи правительницей нации, имела другие права и обязанности по сравнению со своими подданными. От нее не требовалось подчиняться воле мужа. Однако, несмотря на всю свою власть, Виктория воплотила в браке английские семейные ценности, любовь и взаимное уважение, порядочность, заботу о ближнем. Контраст с предшественниками королевы получался особенно ярким. Предыдущие монархи не отличались добродетельностью. Дядя Виктории, Георг IV, пребывал в состоянии холодной войны со своей супругой Каролиной Бруншвейгской. Немецкую принцессу Георгу навязал отец. Только на таком условии он согласился уплатить огромные долги принца. Ко времени официальной женитьбы в 1796 году принц Уэльский уже успел связать себя узами брака, правда, тайного и марганатического. Его супругой стала Мария Фитцгерберт, католичка и дважды вдова. А бракосочетание состояло в ее гостиной. Хотя по закону особой королевской крови не имели права вступать в брак без разрешения монарха. Георг считал Марию своей законной супругой и по-своему хранил ей верность. Иными словами, возвращался к ней после очередного загула. Королей не повезло меньше. При первой же встрече Георг залпом выпил рюмку Брэнди, уж очень вульгарной и нечистоплотной показалась ему невеста. В свою очередь она не рассчитывала, что жених окажется таким толстячком. Задумка Георга назначить свою любовницу ей во фрейлины тоже не позабавила Каролину. Вдобавок, на свадьбе принц Оэльский так напился с горя, что всю ночь проспал на каминном коврике. И лишь каким-то чудом супругам удалось защать дочь Шарлотту. Сразу после рождения принцессы Георг и Каролина прекратили отношения, хотя принц никогда не забывал супругу. Правда, думал он лишь о том, как бы поскорее с ней развестись. И его забота о жене исчерпывалась тем, что в своем завещании он оставил ей один шиллинг. В 1820 году Георг, уже принц-регент, начал бракоразводный процесс. К тому времени Каролина много лет развлекалась на континенте и, по слухам, водила слишком близкую дружбу с каким-то знойным итальянцем. И тут на защиту изгнанницы стали виги, которые уже натащили зуб на своего правителя обжору, распутника и вертопраха. По мнению адвокатов Каролины, Георг был последним, кто имел право обвинять жену в измене с его-то репутацией. В итоге принц-регент так и не добился развода, зато отомстил лучшей половине иначе. Запретил страже пускать Каролину на его коронацию в 1821 году. Вскоре после публичного позора королева скончалась. Вильгельм IV, сменивший на престоле своего брата Георга, никогда не рассчитывал на корону, поэтому без зазрения совести сожительствовал с актрисой. Но после того, как принцесса Шарлотта, главная претендентка на престол, разродилась мертвым ребенком и вскоре умерла, Вильгельм нежданно-негаданно оказался наследником. В торопях он женился на немецкой принцессе Аделаиде. У Георга Кенского, отца Виктории, было множество любовниц. Родители Альберта разъехались после нескончаемых дрязг, а потом и вовсе развелись. На фоне скандальной родни Виктория и Альберт казались оплотом нравственности. Они действительно жили душа в душу, в любви и согласии. Вскоре после свадьбы королева писала в своем дневнике. Мой милый, дорогой, дражайший Альберт сидел подле меня, и его вся охватывающая любовь позволила мне почувствовать райское счастье, на которое я ранее не могла и надеяться. Он заключил меня в объятия, и мы целовались снова и снова. Его красота, его нежность, его обходительность. Я никогда не смогу до конца выразить свою благодарность за такого мужа. В этих отношениях, однако, традиционные семейные роли были вывернуты наизнанку. Виктория называла мужа ангелом, зато он стал хранителем дома, пока королева занималась государственными делами. Хотя домашним ангелом полагалось быть женщине, Альберт справлялся на ура. Он перекроил бюджет королевской семьи, урезал бесполезные траты и перестроил систему субординации среди слуг, сэкономив в итоге около 25 тысяч фунтов в год. При этом Альберт часто давал Виктории советы о политике, а королева балансировала между ролью главы государства и покорной женой, не считая ее страхов перед беременностью и родами, а это была первостепенная обязанность женщины. Она писала, мы очень отличаемся от любой другой супружеской пары, а находятся в моем доме, а не я в его. Дорогой ангел Альберт, Бог знает, как я люблю его. Его положение тяжело, ничего не поделаешь. И хотя Викторию и Альберта нельзя назвать типичной викторианской семьей, они укрепили новый по своей сути идеал брак равных. Виктория Виктория